Микс Ньюз. Утро на Болткове. В гостях у нас сегодня жители посёлка Мэдэмсэмс, Татьяна и Томс, а также советник председателя Олэннской думы Кристос Каулиндж. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, судя по заявленной теме, наверное, вы уже поняли, что говорим мы сегодня о Мэдэмсэмс. Несколько недель, наверное, две недели назад закрыли этот поворот на… Не две недели назад. Ещё не закрыли. Закрыли, перенесли. Перенесли. И теперь жителям Мэдэмсэмс сложнее добраться до дома. Сильно удлинилось это расстояние, которое надо преодолеть для того, чтобы попасть домой. Эту тему мы будем обсуждать сегодня и созваниваться с представителями Латвияс Валсцели. В чём проблема и почему такой резонанс эта тема подняла? Ну, в первую очередь, то, что… О этой проблеме… Ну, может быть, я уточню немножко то, что было сказано. Сегодня 29 января была пресс-конференция, которая состоялась в Мэдэмсэмсэмсэмсе. И на пресс-конференции прозвучала информация, то, что планируется закрыть… Еще только планируется закрыть левые повороты, вернее, даже перекресток на Мэдэм Тимс. И какие решения предлагаются, это то решение, если мы выезжаем из Мэдэм Тимса в сторону Милгавы, допустим, хотим проехать, то планируется сделать разворот. В той части, которая, если мы едем из Риги в сторону Мэдэм Тимса, то мы сейчас заворачиваем налево, и этот поворот планируется закрыть, и предлагается нам, как жителям, нам, как участникам движения, ехать через Виадук. То есть это плюс 7 километров, и с нашей точки зрения тоже этот Виадук, который предлагается использовать, это небезопасное решение. И в этом со стороны жителей моментально прозвучал такой резонанс, очень было это остро воспринято, и поэтому буквально я три дня подряд получала звонки от жителей, можно ли что-то сделать, можно ли это как-то... Разные решения предлагаются, да, уже и в новостях не раз прозвучали там разно-разные решения, про это я, может быть, сейчас не хотела бы, специалистам рассказали бы там точнее уже, вот. И, ну, сейчас как жители, как группа активистов мы работаем над тем, чтобы, ну, вот, с властью и с вас целью найти какое-то общее решение, чтобы всем сторонам было бы удобно и хорошо. Вот тогда такой вопрос уточняющий, может быть, сколько сейчас жителей в Мэдэм Тимсе приблизительно? Я так понимаю, что это где-то 14 километров от Риги, да? Ну, так вот. Ну, 12 километров от Риги это поворот как раз? Да. Но что важно, это не влияет только на Мэдэм Тимсе, это влияет и на город Баложи. Угу. Общее число где-то 8 тысяч людей. Если конкретно 1100 где-то в Мэдэм Тимсе, 7 тысяч в Баложи. И поток, который ежедневно едет в Ригу и обратно, больше тысячи машин. Еще я хотел там добавить то, что жители Мэдэм Тимсе не против реконструкции, и это очень-очень важно, потому что многие медиаи сейчас используют нашу акцию, как сказать, что вот мы против реконструкции, что мы хотим оставить вот этот левый поворот, и мы не против там убиваться каждый день и убивать других людей. Но это абсолютно не так. То, что мы говорим, это мы хотим реконструкцию, но мы хотим ее по логике, потому что нам ее используют. Плюс все, к добавке тому, что Крисапс сказал, что еще жители Баложи используют эту дорогу, пока не закончен Южный мост, вот этот участок дороги используют люди, которые едут через Южный мост в Елгаву. И это транзитный поток, и это даже Латвич Валсцелли тоже знает, что эта дорога так используется. И мы не против, конечно, но просто, если есть решение, чтобы оно пригодилось всем. А у вас есть какие-то сами предложения? Вот если бы вас спросили или Оуэнскую думу, вы бы, я так понимаю, что-то предложили более рациональное, да? Да. История такая, что мы уже с 2015 года актуализируем этот вопрос государственных дорог, что там нужно улучшение, что этот перекресток небезопасный. Мы начинаем с разговора, что денег нет, как всегда, что плохо, потому что на самом деле надо конкретно посчитать, сколько денег надо, и тогда говорить насчет того, есть деньги или нет, потому что пошагово, я думаю, что можно сделать и долгосрочное решение. Но если говорить как бы о временном, потому что то, что делать, это временно, это деньги, мы вкладываем наши общие, это временное решение. Мы как бы дошли до того, что мы согласны, что если денег нет, то что хорошее решение первое, чтобы от Меденцемса в Ялгаву сделать разворот, это чуть лучше, чем левый поворот на перекрестке. Мы согласны, что надо сделать автобусную остановку и пешеходную дорожку до туннеля, но мы не можем найти общее решение насчет, как вернуться с Меденцемса, с Риги в Меденцемсе-Балложе. Наше мнение, что это может быть еще одно место разворота, только для легкого транспорта еще безопаснее, чем то, что государственной дорогой хочет сделать в Ялгаву. Это значит, что полоса торможения с левой стороны, потом разворот, и машина остается в левой полосе и разгоняется, и попадает в поток. Такой образец есть возле Молса, на Красте. Да, вот интересно, здесь житель Меденцемса нам тоже пишет через WhatsApp, что можно ли было в том месте установить светофор, где хотят, где фактически закрыли уже этот поворот. Один из самых популярных разговоров, почему там нельзя поставить или фоторадар, ну, в общем, начнем с того, что просто там опасное место, поэтому и начались эти все разговоры, да, что там достаточно аварийное место. И вопрос, да, это либо светофор, либо фоторадар. Это самое популярное решение для таких проблем, как правило. Если разделить ваш вопрос, то светофор и фоторадар – это отдельные вещи. Так что насчет фоторадара, все в процессе, мы уже разговариваем с ССДД, мы уже подали заявку, на то Латвия и Свалсель не возражают, так что, в принципе, ну, скорее всего, фоторадар там будет в любом случае. А по поводу светофора у нас есть две очень серьезных аргументы, которые, один из них Латвия и Свалсель принесли, другой наш. Латвия и Свалсель говорят, что на обездной дороге А5, которая идет вокруг Риги, там же есть 13 светофоров, 13 перегрузок светофоров, из которых 5 все-таки остались черной точкой. Так что светофор не решает, в принципе, вот эту проблему аварии, что они могут сохраниться. Это раз, что очень серьезно, и во-вторых, поток из Елгавы, из Земгала, там примерно 22 тысячи машин, и всех их останавливает, опять они разгоняются, это оставляет след на экологию, это оставляет след на всех по времени, когда они добираются, поскольку еще есть вариант, который не так сильно влияет на время путешествия обратно домой в Мэдам Семс и по деньгам, что получается экономически вот этот второй разворот, тогда вот и круг, и светофор пока они не выигрывают в этих порядках. А вообще, какова была коммуникация «Латвия-Свал» с целью жителями? Вот я так понимаю, что жители проснулись уже с этой новостью, что все решено, и никто их не спрашивал, да? Да, буквально накануне конференции нам поступил звоночек, то, что такая конференция состоится, и еще конкретных предложений мы тоже ждали, уже пришли поэтому на эту конференцию, чтобы услышать, что произойдет и какие будут изменения, да, поэтому какого-то времени на реагирование, на обмышление даже, осознать этот вопрос и проблему, как такового со стороны жителей не было. И то, что прозвучало уже в масс-медиах и из репортажей, видно, что люди очень-очень недовольны тем, что этот вопрос не согласовывался, потому что это влияет на ежедневную жизнь каждого из жителей, и жителей не так уж мало, и там многодетные семьи, которые несколько, много раз ездят по этой дороге, и даже в экономичной... Безопасность – это само собой, об этом даже, как уже коллега говорила, это не обсуждается. Но это в основном дома как бы индивидуальные, частные застройки, для тех, кто там не был, чтобы просто люди понимали, да? Да-да-да, там район частных застройок, домов, да. И, ну вот, я представляю кооператив, являюсь представителем кооператива одного, и там действительно, да, есть много семей многодетных, которые очень-очень в финансовом плане этот вопрос ударят по карману, потому что это плюс 7 километров дополнительной дороги, только один раз проехать, и это очень негативно повлияет нам. Плюс еще вот эта экстра-дорога, она будет и экстра для спасательных служб, потому что скорая помощь и пожарные службы, они едут из Риги, и, получается, им тоже надо будет проехать эти экстра 7 километров, и мы можем представить, что за эти 5 минут может перезайти, пока их нет на месте. То есть они все равно повернуть не смогут, даже сиреной, да? Нет, вот то, что Латвия и Сфалсцель в пресс-конференции упомянули как вариант, то, что вот они будут использовать этот разворот, который перед перекрестком, и по противоположной полосе, вот этот километр будет ехать напротив потока, который до 100 километров в час. И мы это не видим как реальное и логичное решение в этой ситуации. Может быть, для слушателей поясним, это трасса, которая начинается за Ригой, везет в Елково, там 90 километров в час. И получается, что посередине... Зимой или летом 100 километров в час. Да, посередине вот поворот на Амедом Цемс, вот этот самый, поэтому он такой опасный, потому что там едет машина со скоростью 90 километров в час или 100 километров в час, и нужно сделать... А многие, видимо, и больше по традиции, да? Ну да, где можно разогнаться, конечно, педаль в пол и поехали. И как раз-таки опасность этого поворота в том, что, ну, грубо говоря, там как посередине Юрмала тоже вот так вот заворот этот... Стукой, да. Коммуникация как происходила? Наверняка уже через Олвинскую думу или к жителям должны были обратиться? Как это происходило? Конечно, самоуправление с государственными дорогами разговаривало и переписывалось бюрократически, как бы с предложениями, с аргументами, с ответами и так далее. По возможности, когда были какие-то переговоры или с кооперативами и с жителями, мы, конечно, спрашивали и рассказывали, что такой процесс происходит, но какой-то опрос или, ну, как бы подключение жителей, как бы активно не было, потому что это, ну, обычная работа, мы ежедневно работаем с многими организациями, насчет каждого опроса сразу не высылаем письма, что с министерством таким разговариваем о том, с министерством таким разговариваем о том. Но как принцип мы уже... Вот я лично был на общего собрании в кооперативе Сариц, я и рассказывал, что... и узнавал мнение жителей, может быть, мы, как бы, боремся за то, что людям не надо, и рассказывал, что есть дискуссия с государственной дорогой насчет того, как закрыть, не делать второй разворот, и ехать туда, узнавал, как бы, мнение жителей, как бы, как они на это реагируют. Это, может, они скажут, да, мы на самом деле там не едем, и уже давно так едем. И ничего нам не надо, да? Но наоборот было. Жители сказали, что то, что предусмотрено глупо, неправильно, небезопасно, потому что, если говорить насчет безопасности, этот двухуровневый перекресток, который 35 лет назад построен, он по техническим параметрам не соответствует ни скоростям, ни потокам, потому что, когда его строили, машин было три раза меньше, я думаю, даже четыре раза меньше, и он, как бы, сделан маленький, там очень короткие полосы торможения и набирания скорости, и когда выезжаем обратно на Елгавское шоссе сверху, там мы выезжаем на полосу, где уже едет машина с скоростью 90 км в час, которая едет с Елгавы в Юрмулу, и это, как бы, точка потенциальных аварий. Жители сорганизовали дрон, посмотреть, они в течение 25 минут, 15 или сколько уже потенциальных ДТП увидели в течение 25 минут, но это учитывая, что там не добавлено еще тысячи машин в сутки, которые там будут, если там закроют. Мы сейчас поговорим и про активность жителей Мэдэмсэмса, которая, мне кажется, достойна всех похвал, когда люди так отстаивают и группы в Фейсбуке, и отчеты, и дрон. Ну, то есть понятно, что людям не все равно, что у них происходит, и вот это вот общественное мнение, которое слышно, и которое люди там не просто между собой, вот, как вы говорите, собрались там где-то в магазина, но вот как все плохо, как все плохо, и по домам разошлись, что действительно какие-то активные, не какие-то, а достаточно активные действия происходят, и люди отстаивают свое мнение. Еще по поводу организации, кто должен что-то предлагать? Вы озвучили «Латвия с Валсцель», что вот есть эта проблема, надо ее решать, нам нужна реконструкция. Дальше от них предложение и действие, или вы тоже в этой дискуссии участвуете, и вас спрашивают, какие возможные варианты? У нас эта дискуссия пока была больше односторонная, например, насчет второго разворота. Мы отправили им конкретный уже эскиз, что вот так как мы видим, что 99,99% машин, которые едут с Риги Мэдэнсэмс, этот левый поворот делает легковые, мы можем этот второй разворот делать только для легковых машин. Это значит, что эти параметры, все радиусы, они могут быть меньше. Мы это письмо отправили, я думаю, год назад. Мы не получили до сих пор аргументированный ответ, например, мы не можем это делать, потому-то, что то-то, то-то, то-то. Просто отправили, они, нет, мы продолжаем так, как мы придумали. Насчет того, что если по расчетам государственных дорог, если смотреть неправильно... Мы сейчас с ними поговорим как раз. Да, прекрасно. Надевайте наушники. Доброе утро. Представитель Латвия-Свалсцеля Анна Коннова у нас на прямой телефонной линии. Здравствуйте. Доброе утро. Мы сейчас беседуем с жителями поселка Мэдамцемс и с советником председателя Луэндской думы Кристопом Калуньшем. Как все это происходило? Как было принято решение по поводу реконструкции этого поворота? Какие анализы вы проводили? На каких основаниях именно такое решение, именно о такой реконструкции было принято? То, что этот перекресток кричащий, неправильный и угрожает безопасности дорожного движения, известно уже несколько лет. Изменения там нужны были давно. К сожалению, нам не удавалось реализовать эти проекты в предыдущие годы. Этот год мы приняли решение, что мы изменим все-таки организацию движения на этом перекрестке. Берем внимание на то, что за предыдущие годы очень большое количество дорожно-транспортных происшествий там происходило и нету никаких индикаций, что такая контакция прекратится. К сожалению, там аварии и с летальным исходом происходят, и аварии с тяжкими телесными повреждениями. Это Елгавское шоссе, одна из наиболее активных и главных дорог в стране. А левый поворот, как известно, как многократно все эксперты по безопасности движения указывают, левый поворот один из самых опасных маневров на дороге, особенно на такой интенсивной дороге, где в сутки у нас проезжают около 27 тысяч автомашин. И, соответственно, левый поворот угрожает безопасности как тех, кто совершает этот левый поворот, и как и тех всех остальных, кому этот левый поворот не нужен, которые используют главную дорогу по ее назначению. А назначение главной дороги – это мобильность между регионами. С этим согласны? Поэтому, естественно, было принято решение, мы осознавали, что это будет непопулярное среди местных жителей решение, но такова роль экспертов и специалистов иногда принимать непопулярные решения, которые, в свою очередь, могут быть непопулярны среди небольшого количества людей, но принесут большую пользу большей части общества. Как происходит и в данном случае? Означает ли это, что то решение, которое было принято, оно окончательное и дискуссиям не подлежит? Мы в публичной среде услышали, что самоуправление, беря внимание наше решение изменять организацию движения, несмотря на то, что самоуправление знало уже несколько лет о том, что мы там хотим такие изменения проводить, пару недель назад, на прошлой неделе мы в публичной среде услышали из средств массовой информации и прочитали, что самоуправление в настоящее время готово со своей стороны тоже участвовать в усовершенствовании инфраструктуры для жителей своего самоуправления, и мы, естественно, открыты к этому сотрудничеству, если действительно поступит официальное такое предложение, потому что в настоящий момент, как я уже сказала, пока что это только в СМИ прозвучавшая информация, которая у нас есть, что самоуправление готово финансово участвовать и улучшить инфраструктуру для своих жителей, потому что основная проблема на самом деле в том, что это касается не только данного поселка кооператива Садового по большому счету, а это касается очень многих самоуправлений, которые принимают решение о том, что их территории, находящиеся вблизи больших государственных дорог, что они будут развиваться как жилые поселки, новые пригородные территории. В этот момент самоуправление не решает вопрос об инфраструктуре, которая должна подключать жителей этих поселков к основным дорожным артериям, которыми управляют уже в последствии государственные дороги. И в этом случае с нашей точки зрения наиболее лучшим решением для жителей поселка, если самоуправление хочет сократить для них дорогу, сделать более удобным это подключение, то с нашей точки зрения наиболее удачное решение – это строительство тоннеля под Югавским шоссе для жителей этого кооператива. И если самоуправление готово сотрудничать и финансировать такое строение, мы абсолютно открыты для сотрудничества, и тогда в будущем будет совершенно возможно построить и вот такую инфраструктуру. Но на данный момент совершенно ясно, что в таком состоянии, как на данный момент этот перекресток находиться не может. Там нужны изменения для того, чтобы избежать аварий и смертей на дороге в будущем. Вот есть вопрос у одного из наших гостей, жителей Мэдэм Сэмсо Томса. Доброе утро. Доброе утро. Я бы хотел со стороны нас, жителей Мэдэм Сэмсо, напомнить, что Сатверсмин нам гарантирует свободную возможность жить, где мы хотим. Что-то какие-то у нас странные звуки происходят. Сейчас попробуем перезвонить. Попробуем. Попосим перезвонить. Ну, я надеюсь, что Анна услышит вопрос. Сейчас наш звукорежиссер пока перезванивает. Пока он перезванивает. Я спрошу, да, все-таки это просто, что место жительства гарантирует свободный выбор любому жителю Латвии с Сатверсмином. Так что мы можем жить, где мы хотим. А от того, что называет Мэдэм Сэмс огородным... Да, Анна, на связи уже. Да, да, да. Анна, доброе утро. Да, доброе утро еще раз. Как я говорил, наше право жить, где мы хотим, нам дает Сатверсмин Латвийский репург. И от того, что вы называете наш дом огородиками или кооперативами, не меняется суть того и ценность этого места. И, скажем, эти тысячи декларированных людей, которые там живут, не меняют то, что вот эту дорогу используют и балуажи. И вы сами говорите, что вот эту дорогу используют как четвертую часть Южного моста. И поэтому все время вы в этой риторике своей виляете между... Мы, маленькая часть жителей, для себя тянем эту идеалу в свою сторону. К тому же вы делаете компромиссный вариант для этого транзитного потока, чтобы им быстрее и удобнее было развернуться в сторону Елгавы. Жителям и Медом Сем-Сембалу уже людей, которые возвращаются на А7 с Риги. Вы говорите, что вот и еще службы спасателей, чтобы еще экстра 7 километров. И если Паш Валды и самоуправление хотят, чтобы они что-то сделали. То что... Это больше комментарии с моей стороны, чтобы вы чуть-чуть шире смотрели на этот вопрос. Спасибо. Да, спасибо за комментарий. В этом-то весь и вопрос, что эксперты как раз-таки смотрят на этот вопрос шире, а не с точки зрения интереса жителей только одного поселка. Я никоим образом не оспариваю право людей жить там, где они хотят, и любое место ценно. Но в то же самое время надо обратить внимание, что естественно, если так совсем цинично говорить, у каждого человека есть право не только жить там, где он хочет, но и право убиться так, как он хочет. И если... Я бы хотел вас остановить на этом месте. Хватит. Об этом левом повороте это очень опасный маневр... Мы были у ваших коллег, извините. Которого каждый день рискуют жизни многие люди, в том числе все люди, которые сами совершают этот поворот. Спасибо. Мы были у ваших коллег, и мы договорились. И ради безопасности всех жителей, всех людей, использующих эту трассу, нужно принимать иногда и непопулярные решения. Это не первый раз, когда такие изменения проводятся на главной дороге, на интенсивном движении. У нас уже есть опыт с ликвидацией разворотов на Юрмальском шоссе, из-за которых длина пути, которые необходимо преодолеть, увеличилась на целых 13 километров. Тоже были недовольства со стороны пользователей, со стороны водителей. Тем не менее, прошло время, люди привыкли, и путь на этой дороге стал намного безопаснее. То же самое касается Елгавского шоссе. Самоуправление готово, если оно действительно готово, и мы это слышали, по крайней мере, в публичной среде, это было высказано не один раз. Если это на самом деле так, то самоуправление, я надеюсь, в ближайшее время озвучит совершенно официально свою эту готовность. Это значит, что в ближайшем будущем там может появиться решение, которое будет более удобным для жителей именно этого поселка и не будет угрожать безопасности как их самих, так и всех остальных пользователей этой дороги. Я бы хотел вас попросить в публичной торике, и сейчас хватит призывать нас, как люди, которые хотят убиться сами и хотят убить кого-то другого. Мы уже договорились и в публичной среде, и лично, когда разговаривали с господином Лангой, мы сказали, что мы за то, чтобы реконструкция перекрестков происходила, и чтобы безопасность увеличилась, потому что мы одни из инициаторов того, что этот перекресток надо переделать. Не так ли? Алло. Я не знаю ответа на ваш вопрос. Инициаторами изменения организации движений на перекрестке выступает Латвия и Свалс Телли не первый год, и мы говорим о том, что это необходимо сделать там. Анна, последний вопрос, наверное, я вам задам. Вы сказали, что были уже, когда Юрмальскую трассу перестраивали, что были негодования со стороны жителей. В том числе, было ли такого объема и такого масштаба негодования, как в этот раз, или вы впервые с таким встречаетесь, когда людям не все равно, и они высказывают свое мнение? Людям дорога, это такая часть инфраструктуры, которая людям никогда не все равно. Если бы мы со своей стороны сейчас начали сбор подписей о том, нужно ли там или не нужно ликвидировать левый поворот, скорее всего, количество подписей от тех, которые там не совершаются, левый поворот, а которые приезжают там и испытывают эту опасность из-за левого поворота, было бы в разы больше, чем те подписи, которые собраны сейчас. Дорога – это та часть инфраструктуры, которая касается абсолютного большинства людей, и поверьте нам, это не самое большое еще волнение, вызванное какими-то одними или другими изменениями на дороге. Это касается не только изменений организации и движения, это касается вообще и состояния нашей дорожной сети и многих вещей, которые мы делаем. Это не первый левый поворот, который мы ликвидируем. У нас есть опыт, мы ликвидировали поворот левый и на Таллиннском шоссе, переда даже с рижской стороны, там тоже возник поселок в лесу, и самоуправление не продумало, как люди, которые будут жить в этом поселке, будут подключаться к огромному инфраструктивному шоссе. Это такая более широкая проблема, где мы все должны принять участие в решении, иногда мы должны поступаться какими-то своими удобствами ради общей безопасности и общего блага. Можно вопрос задать такой. Не боитесь ли вы того, что одна черная точка будет перенесена на другое место? Потому что сейчас это один поворот, один маневр, но чтобы двигаться, допустим, со стороны Риги через виадукт, это, как уже упоминалось до этого, это три точки соприкосновения, где есть риск еще более обширных аварий. И насколько детально вы изучили этот вопрос, и уже по статистике то, что мы уже и от Латвии с вас с целью получали ответ, что да, вы действительно признаете то, что движение по виадуку – это действительно небезопасное решение на этот момент. Почему тогда такие поспешные решения принимаются, если вы уже сейчас осознаете то, что вы нам делаете большой риск передвижению по этому виадуку? Самый большой риск – не делать ничего. Самый большой риск – оставить все, как оно есть. И самый большой риск совершаете вы каждый день, совершаете левые повороты. Эксперты в течение нескольких лет работали над этим проектом, как я уже говорила, и все эксперты приходят к выводу, что в настоящее время самое лучшее направить потоки на двухуровневый перекресток, который является самым безопасным способом совершать этот левый маневр и намного безопаснее, чем то, в каком состоянии сейчас находится этот перекресток. У нас чуть другая информация, то, что любые другие варианты ограничиваются возможностями, а не то, что безопасность – самое главное. И что я хотел еще раз сказать, мы не за то, чтобы закрывали левый поворот. Не надо все время это все одно и то же сказать, потому что мы за улучшение безопасности, и мы за то, чтобы нашлись другие варианты. Мы не за то, чтобы в принципе… Как я уже говорила, если самоуправление в настоящее время готово финансировать строительство инфраструктуры для своих жителей, я уже несколько раз это подтвердила, что мы готовы и мы очень рады, что самоуправление хочет сотрудничать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем говорить о том, как в будущем там еще более обезопасить и еще более лучше сделать инфраструктуру при финансовом участии и самоуправлении. Спасибо. Представитель «Латвиясвал» с цели Анна Кононова была у нас на прямой телефонной линии. Ну, слышно и видно, что дискуссии, видимо, будут продолжаться и много вопросов у сторон, вернее, у одной стороны к другой по поводу решений возможностей самоуправления. У нас… Да. Я хотел закончить вот эту тему насчет того, что уже были такие изменения введены, вот Кюрминское шоссе, а вчера вот это пошло в СМИ, то, что было вот это 13,2 километра, мы специально посидели, посмотрели, кто живет у Юрминского шоссе и как удлинилась их посредневная дорога, и мы только в одном варианте увидели, как можно было бы… Математически никак не может увеличиться на 13 километра, в смысле, вот есть дорога, которая каждый день ехала, и сейчас мне надо будет ехать 13 километров больше. Нет такого варианта. 13,2 километра это с одной ветки, все этого А5, который, видишь, как я не знаю, полная дорога до аэропорта, и еще одна ветка, вот, это 13, и обратно, это 13,2 километра. И если они, вот, призывались эксперты в разных частях этого разговора, то, что эксперты посмотрели, посчитали, мы тоже не вчерашние, как говорится, мы тоже умеем считать, мы умеем смотреть, но там не тысячи людей, даже если есть вот этот один дом, который там на ветке, который мы не нашли, это не тысяча людей, это не транзитные потоки, это не изменяет доступ вот к дому, вот именно вот большому количеству людей. По поводу, да. Да, и чтобы уточнить, удлиняется лёд только на Юрмолском шоссе, посёлку Бебербет, и не на 13, а на 3 километра, так что… Уточнение. Да. По поводу возможностей решений. Насчет возможностей решений. Я могу отзываться на председателя нашей Думы, как он и сказал, что, как он, как председатель и как самоправление считает, что за 30 лет свободы Латвии пришло время не делать или выкидывать деньги на временные решения, но что надо думать долгосрочно, и что улучшение инфраструктуры можно делать и как бы пошагово. Не надо обязательно сделать проект на 100 миллионов и всё Ялгавское шоссе одновременно улучшать, но очень важно, чтобы у государственных дорог был план, как они видят это развитие, его вместе с самоправлением в каждом участке и развивать. Но то, о чём Анна сказала, вот это решение, которое с Вашей стороны должно быть профинансировано, что на этот счёт? О котором уже вроде как есть договорённость. Да. Наш председатель, как и раньше, и насчёт двухуровневого решения Мэдэм Цэмс мы писали письменно, так что это вышло только в прошлой неделе от СМИ, это неправда. Но насчёт улучшения инфраструктуры, Оландское самоправление готово сотрудничать и кофинансировать, как Мэдэм Цэмский перекрёсток, так и Оландский перекрёсток. Но пока ещё бюджеты на этот год не заложены, да? Конечно, нет, потому что насчёт Мэдэм Цэмса, например, разговор начинался только с позиции, что у государства денег нет. И, конечно, так как этот вопрос не влияет только на Оландских жителей, но также Оландские жители платят налоги также государству, также платят активный налог на топливо, в основном, который идёт в государственный бюджет. Так что сказать, что мы делаем только для какого-то мистического потока дороги магистральных, соединяем регионы, ну, например, возле Литвы наезжаем на Йолгавское шоссе, которое живёт возле шоссе, как бы не имеет права пользоваться, а только от Литвы, да? Ну, абсорб. Так что наша позиция такая, что мы не готовы и не можем позволить одни эти сделать. Ну, например, если скажут, пожалуйста, строите. Нет, мы финансово не можем это сделать. Чтобы сравнить Оландский бюджет, где-то 24 миллиона государственных дорог – 250 миллионов ежегодно. Так что если, например, туннель стоит 1 миллион, ну, хорошо, 2,5 миллиона, чтобы легко считать, от Оландского бюджета это 10%, а от государственных дорог это 1%. И если мы даже в бизнесе или в самоуправлении работаем, знаем, что 1% – это небольшая сумма от бюджета, и если есть желание, это можно сделать. Ну, главное, мне кажется, хорошо, что есть желание и возможность обеих сторон дискутировать. Это тоже такой, мне кажется, позитивный момент в этом во всём. Да. В смысле, это не только проблема Мэдэмсэмсэмсэльбалла, уже людей, которые… Это всех… Если этот перекрёсток небезопасен, значит, это коллективная проблема. А при этом решение, которое Латвийсвальсэль сейчас предлагает, платить за это решение будем мы. Потому что вот эти экстра 7 километров, они только за 3 года набирают миллион только на экстра топливо, которое мы сжигаем. Это миллион за 3 года. А за эти 3 года, мы уже говорили, что это самое быстрое, когда уже вот этот двухуровневый перекрёсток, он мог бы стоять примерно год на планировку на все эти разрешения и 2 года на строительство. Так что через 3 года мы могли бы уже на двухуровневом перекрёстке ехать, и там было бы 130, не 70, как сейчас. Ну, не знаю, 130 – это мы хотим в будущее видеть, да. Но что там вообще не надо будет снижать скорость и будет намного-много безопаснее. Вот это безопасный вариант. А то, что он предлагает, не более безопаснее, но насколько – это большой вопрос. Это всегда, да, только уже на практике видно. По поводу активности вашей, у нас совсем мало времени остаётся, но да, действительно, мне кажется, не только этот случай с теми же деревьями на Тейке, когда люди тысячами подписывались. Вы так собрались активно, я так понимаю, что не только жители Мэдэмсэмса подписываются, вот в магазинчике, напомню, что можно подписаться как раз-таки около этого поворота, но и приезжают к вам подписаться жители других посёлков, городов и прочего. Что вас так сплотило и насколько хватит сил? Это же тоже ресурс такой, который со временем и силы уходит, и времени тоже не так много. Ну, то, что я могу сказать со своей стороны, поскольку я являюсь председателем одного из кооперативов, кооператива РЕЦ, то после пресс-конференции, когда поступила новая информация, я три дня, можно сказать, отбивалась от звонков, это был просто поток звонков, вот, сделайте что-нибудь, как-нибудь. И у нас очень прекрасная команда, мы уже много лет работаем, ну, не работаем, не живём вместе с прекрасными соседями, у нас очень дружные и хорошие отношения, поэтому вопрос, как сплотиться и как быть, даже не стоял. И с соседними кооперативами у нас тоже очень хорошие отношения, мы общаемся, и очень информация быстро разлетелась, это о нашем, как бы, мэдам Семси, и когда мы вот сделали какие-то шаги, соседи сделали группу в Фейсбуке, то и вот этот вопрос очень-очень поднялся, и соседи с Баложей также отзываются, и люди звонят и спрашивают, много вопросов задают, поэтому, ну, с одной стороны, это даже со стороны Латвии с Волстелли, ну, так получилось, что они переложили этот вопрос на наши плечи, на вопрос, ну, на плечи жителей, и это, ну, некрасиво получается. Сколько на сегодняшний день собрано подписи, и что эти подписи могут сделать? Они могут просто людям показать, что вот нам не всё равно вот такое количество людей, там, это затрагивает каждый день, или это можно как-то куда-то потом использовать для того, чтобы какие-то действия предпринять? Ну, да, чтобы понять вот этот масштаб вопроса и проблемы, то первый шаг, который мы приняли, это сбор подписей. Сколько на сегодняшний день? Ну, около двух тысяч уже сбор, уже собрана подпись, это за неделю, за первый день это было, в сотнях уже было собрано буквально за несколько дней, но это показывает о том масштабе вопроса, в который мы не ходим, мы не просим эти, не выпрашиваем эти подписи, люди сами звонят, спрашивают, где можно подписаться, да, поэтому мы на отзыв людей поступаем, и есть три места, где можно, два места, один в магазине, это в Мэдэм Тимси, можно подписаться, второе, это в самоуправлении Оландской волости, можно тоже так же подписаться. Сейчас мы работаем, поскольку очень много поступает вопросов, можно ли где-то в Баложах организовать, мы на данный момент работаем над тем, чтобы и в Баложах организовать точку сбора подписей, но ресурсов у нас есть столько, сколько есть, мы не учреждения, которые каждый день специализируются на этих вопросах, мы всего лишь группа людей, которые живут там, и мы своими ресурсами, сколько есть возможностей, отрывая от семьи, от своего личного времени, занимаемся такими вопросами, и поэтому я хотела бы, конечно, приветствовать то, чтобы все-таки жители перед приниманием решений очень важных согласовывали бы вопросы. Ну, чтобы лучше понять масштаб, насколько это много или мало, 200 тысяч подписей, сейчас на Мана Бал Салвейн надо набрать 10 тысяч подписей, чтобы прошло что-то в САИМ, чтобы изменить, и чтобы там обсудили. И посмотрите, вот наш якобы маленький вопросик, он уже физически набрал 2 тысячи подписей, в смысле люди должны выйти из дома, они должны добраться до магазинчика, должны пойти подписаться, что это огромная вещь, это не лайков ставить на Фейсбуке или там шер ставить, вот это именно, вот это физическая активность, и поэтому мы очень видим, что, поэтому наша активность как рабочей группе настолько высока, потому что мы видим, что это нужно, это реально нужно людям. Работа, да, вы отчитываетесь, тоже видела за неделю, что сделано, будете продолжать такие отчеты периодически, давать людям такие общие, чтобы было понятно. Ну, у нас работа еще на следующей неделе есть, так что я думаю, что очень много интересных новостей будет, и, конечно же, активность самоуправления, и Латвия, и Сфалсцель тоже дают нам повод и работать на другие направления. Ну что ж, будем надеяться, что дискуссия будет продолжаться с обеих сторон, и удастся прийти к какому-то компромиссу, который устроит всех. Спасибо большое. У нас в гостях были жители поселка Мэдэмсен Статьяна и Томс и советник-председатель Оллендской думы Кристо Скаллинж. Нам пора заканчивать. Спасибо вам. Удачи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok